Так, всем привет! Продолжаю снимать по продуктам из Турции. Каких хороших и не очень, что можно купить, привезти или чем мы здесь сами пользуемся, про качество и так далее. Сегодня у нас будет чай и кофе в обычном продуктовом сетевом магазине. Самые популярные несколько фирм. Это, естественно, Lipton, Doodan, турецкая марка, но Lipton это интернациональный. И еще Doj, но это черный чай в пакетиках. Сейчас я вам про это попозже расскажу. Если мы берем чаи типа фруктовые, здесь очень мало в Турции, но здесь больше любят травяные чаи, полезные и так далее. Не фруктовые или химозные, или с фруктами, такие, как у нас. Если мы берем фруктовые чаи, вот эта Firma Doodan, это у нас типа люксовая серия такая. Цена сегодня со скидкой на 60 лир, а так она 42 лиры стоит коробочкой. Это белый чай с дыней. У меня такой же дома стоит в коробочке заваривать. В чем плюс? Здесь реально как нарисовано, здесь мало всякой трухи, листики, кусочки, палочки, веточки и так далее. Хороший чай, но он не супер. Он, короче, натуральный. Ничем красителями не подкрашены, в чем плюс. Но не очень супер ароматный, я бы сказала. После химозных чаев, конечно, будет разница чувствоваться. Так, тут у нас сейчас праздник 30% скидка. Вот зеленый чай с сакурой пробовала. Приятный, кстати, очень. Массала очень разогревающий, хороший. И ванилья Roybos. Ройбош по-английски, да, он звучал как по-турецки написание. Короче, это очень хороший, рекомендую. Качество супер, не труха, а прям листочки. Точно такие же. Здесь вот эту коробку выгоднее покупать, потому что, ну, они без индивидуального пакетирования. Росыпь этот чай. Вот тоже с манго идет. Просто зеленый чай, с дыней, лайм там. Я сразу говорю, может ваши не оправдаться ожидания. Они сильно ароматные, потому что натуральные. Если мы берем такой же формат на чаев Lipton, они, видите, цена фактически с этим чаем даже Lipton подороже получается. Вот малина, апельсиновый. Я не скажу, что они прям химозные-химозные, но именно если мы берем вкус, да, здесь вкус этого фрукта, наполнителя, если так можно выразиться, больше ощущается. Я не супер, скажу, эксперт по чаям, но я не знаю, натуральность это или нет, либо больше они положили здесь в состав вот этого, ну, компонента, да, вкусового. Короче, неизвестно. Кто знает, напишите, но по вкусу, скажу, отличается. Это более слабые чай, это вот, ну, мое мнение, по ощущениям, может быть, чуть более химозные. Что именно? Мы берем Lipton, тут стандартные наборы, а вот Doodan. Если я еду в Россию, гости или мои родственники, они покупают обычно вот эту турецкую марку, Doodan. Так он стоит в среднем от 35 до 45 лир, 50, смотря как большая, и здесь очень большой выбор. Вот написано просто, еще ли чай, это зеленый, гранат, голубика и забыла. Все, что я буду забывать по-русски, я буду подписывать текстом, словами. Вот этот чай очень крутой, советую. Это к цветочке апельсин. Он, видите, у него цена сразу, он 60 лир стоит. Это мой самый любимый. Он зеленый чай, ну, как бы белый, он, то есть, он много цветов, он не зеленый, он белый чай. Очень натуральный, вкусный, очень многие его любят. Это просто белый чай, кляш-чай. Это уже производство Migros. Тут чистая труха, ну, и цена, видите, соответственно, от 20, там, 2 лир и выше идет. Это тоже, это типа у них для похудения серия M-Life, типа Fit, спорт и всякое такое. Вот эти хорошие смеси идут. Это чаи смеси, это No Stress, от стресса. Это Skinny, типа, для похудения. Тоже хорошее качество, вот всякой трухи, осадков мало. Здесь листочки используются нормальные по качеству. Bodyguard, защита с витамином С, ну, это к зиме, они такое любят. В общем, вот это тоже берем. Это неплохо, 42 лиры сейчас на скидке. Самые популярные часы у Даа Чичи, у Даа Дан, вот этот яблочный чай. Шиповник, вот Кушбурну, этот шиповник. И, конечно же, это Гламур, это Липа. Еще классный микс есть. А вот, видите, микс это лимон с имбирем. Это зимний такой вариант. А Даа Чай от Кашля. Это резин... Господи, мама кормящая пьют эту историю, забыла, как называется. Окей, переведу, напишу тогда. И очень крутой есть Айва и Гламур. Вот это мой самый любимый. Это Липа и Айва вместе. Липа и Вы чай очень хорошо прогревает, просто суперский. Прям советую. Ну, Липа, наверное, давайте разбирать не будем. Все то же самое. Кушбурну, Ещель-Чай, все то же самое. Здесь еще что у нас появилось? Вот это я никогда не пробовала. Это чай, походу, Пич Пэшн Фрут. Вот он 80 лир. Сколько у нас тут? Да, это иностранный. 18 пакетиков. Не знаю, вот этой фирмы какой-то страны. За 70 лир сейчас на скидке 50 почти. Blueberry. T-Cain компания той же фирмы. Ну, честно скажу, первый раз вообще вижу, не пробовала. Хорошие, кстати, травяные чай немецкие в магазине Рошман. Кто-то здесь живет, знают. Салеп. Ну, это сутлу чай, чай латте. Вот здесь. Ну, еще здесь рядышком салеп там стоит. Один пакетик с Сашей 9 лир практически. 8.50 стоит. Чай латте. Ну, там сахар есть, кстати. Кто любит, не любит. Вот еще этой же фирмы. Чай с манго и имбирем. Короче, походу, вообще, вот такая тема, как будто индийский какой-то. Ну, вообще, не знаю. Кто знает, пишите. Кто пробовал уже. И вот такой с вишней. Я сразу скажу. Немецкий, походу, что-то какие-то надписи. Не все английские. А я привожу чай фруктовый из России. А вот, смотрите, что у нас есть. Турция из Мир. Кемель Паша адрес. Чинаркей. Ну, это, наверное, дистрибьютор в Турции. Категория чаев. Это были фруктовые. Вот это чай в пакетиках, в индивидуальных кружки заваривать, в чайничке заваривать или россыпью. Вот здесь из таких вот не сладких чаев, травяных всяких. Доадан очень популярный. И доуш. Вот доадан, который был фруктовый доуш. Я его всегда покупаю на вот такие чайники. Вот, например, сейчас они пишут на скидки черные. 48 вот таких круглых для заварничка пакетиков. 35 лир. То есть, два пакетика на заварник хватает. Это на несколько человек сразу, да, невидуально, что ли, чтобы им пользоваться. Вот здесь уже, видите, на присунку видно. Здесь индивидуальный для кружечки пакетик. Так, цена. Этот набор 115 лир. Сейчас на скидке стоит 100 пакетников. 100 пакетиков. Здесь есть разные варианты. И угрей тоже. Ну, это там по своему вкусу. Дизель-чай. Не знаю, что это. Ни разу не пробовала советовать. Поэтому не буду. Вот Ахмат, например. Он сейчас со скидкой. 200 лир 100 пакетник на кружку. Почему дорогой, вы удивитесь. Потому что он заграничный. Прямо он иностранный. Возможно. Ну, тут вот наклеечка. Нет, напечатанная. Может быть, они раскидываются в Турцию. Но по факту это не турецкий чай. Поэтому он дорогой. Все иностранное. В Турции дорогое. А 200 грамм рассыпного 200 лир. Ахмада. Английский завтрак. Ну, в общем, тут все понятно. Есть просто маленькие количества пачки. Есть побольше. Дальше. Если мы берем рассыпной чай. Турки обычно покупают вот такими огромными пакетами. Черный чай 140 лир. Килограмм чая. Доуш фирма. Вот Мигрос их производство. За 85 лет сразу. Видите? Дешевле гораздо. Но не очень качество. Сразу скажу. У Мигросовского производства. Липтон 120. А лир 500 грамм. Полкилограмма чая. Вот этот чай кур они очень любят. Вот если мы рассыпали чай листовую. То выбирают вот этот. В основном чай кур. Он из других магазинов. 140 лир стоит килограмм сейчас. Вот такой чай кур стоит почти 140 также тоже. Так. Что еще? Ну все таки более маленькие фасовки здесь идут. Выгоднее конечно большую сразу покупать. Вообще есть гигантская. 250 лир. Два килограмма чая. Но турки очень чая много пьют. Поэтому здесь такие большие фасовки актуальны. Кофе. С кофем здесь все по напряжению. И таким нашим сублимированным растворимым. Здесь Чибо, Нескафе и Давыдов. Давыдов 220 лир за банку Нескафе. 200 грамм 154 лиры. Вот я обычно покупала здесь растворимый Чибо. Вот этот он 100 грамм 150 лир. Он пирогой как бы и невкусный. Сразу скажу. Вот такие растворимые невкусные и убора мало. Ну вот и Нескафе. Она самая популярная Нескафе фирма. Я привожу. Когда я пила, у меня аллергия вообще на кофеин. Я не могу. У меня давление. Поэтому я его давно уже не пила. Вскоре. Но вообще. Такой кофе я привозила из России. Это Буш дома. Самый любимый был. Ну вот стандартно. Давайте Нескафе. 70 грамм 95 лир пакетик. Если в стекле. Он, конечно, чуть дороже. Здесь в стеклянной упаковке. 190 лир 100 грамм стоит. Дальше. Вот этот кофе хороший могу посоветовать. У меня в капсулах был для машинки кофейной дома. 250 грамм 175 лир. Хорошая фирма. Не знаю, что за производство. Я думаю, что это не туецкая. Давыдов. Есть чего. Капсулы чиба 110 лир. А 10 капсулы. Это 80 грамм кофе всего получается. Кофе в зернах. Якобы 250 лир. Если вы спрашиваете какие-то крутые Бориска марки и так далее. Чибу. Они есть онлайн. На Триндиоле. На всяком. На маркетплейсах. Это все продается. В таком магазине выбора такого кофе в зернах очень мало. Вот такой чибу я как-то разок покупала. На Триндиол заказывала уже. 680 лир. Килограмм кофе в зернах. Арабика. Если мы переходим к популярному кофе турецкому. То у нас пакетик сейчас Махмета Фенис. Нам нужно найти турецкий кофе. Бренд туристический. 35 лир стоит. Тоже он. Фильтр кофе. Практически 100 лир. 250 грамм. Фильтр кофе перемолотый. Видите, что даже выбора вот такого очень мало. Махмета Фенди самый популярный. 500 грамм. 120 лир. Какой-то бренд кафе Милану. Не знаю, что это. Ни разу не пробовала. Ну вот еще. Вот это, кстати, у меня такой дома тоже был нормальный. 80 лир. 200 грамм. Это тоже турецкий кофе. Вот на фильон вот этот. 130 лир. 170 грамм. В коробочке турецкий кофе. И упаковка такая типа подарочная. Сувенир на эту тему. И вот еще, кстати, вкусный с гимма. Это забыла, как это называется штука. С мастикой. Он немножко сладковатый будет здесь добавлено. Здесь Махмета Фенди в индивидуальных упаковках. 12 штучек. В коробке 30 лир. По 6 грамм. Тоже туристам очень удобно это покупать. Я всегда, если я еду, например, у меня нет кофе. Когда я пила кофе, не было кофемашины на даче. Я всегда на даче брала вот такой кофе. Потому что на скафе я гранулированный не люблю. Если у меня заканчивался бушидо, я вот этот очень, очень любила. Это хороший кофе. 41 лиру практически. 5 пакетиков. Фильтр кофе. Вот так вот сразу в этом пакете. В кружку надеваете, кипяток заливаете. Хороший, кстати, кофе. Вот уровень такой же, как у бушидо гранулированного. А здесь у нас зеленый кофе без кофеина. 43 лиры. 42 грамма в упаковке. Опять капсулы вот эти знаменитые, кстати. 160 лир. Сейчас на скидке за 112. 11 капсул. Что еще? Ну вот, собственно, и все. Тоже фильтр кофе в индивидуальный. Такой же, как у меня коробка. За 5 штук было. Здесь 5 лир одна. Другого производителя. Не пробовала. А, Дебек Кахве. Вот, кстати, советую туристам. Вот это 42 лиры. Хорошая, кстати, цена за 100 грамм. Это турецкий кофе. Вот как вот этот Махмед Эфенди. Но там есть уже сахар. Но он очень вкусный. Потрясающий. Вот так же со вкусом. Дамала Сакыс. Вот он с мастикой. Тоже советую. 42 лиры. Вот я как турист бы купила вот этот. Вот этот по 2 банки, если вы любите. Вот этот купила. Попробовать Депрессо я бы купила. И там Старбакс, кстати. Ну, кто любит? Турецкий кофе. Турческий кофе. Ну, Старбакс. 45 лир сейчас на скидке. 100 грамм турецкого кофе из Старбакса. Так, пакетированный в индивидуальный с сахаром. Нес Кафе, сами видите, и Якобс популярный. Тут можно долго... Ну, и, конечно, Старбакс. Я его не люблю. Он невкусный. Слабый. Мало кофе. И очень много сахара. Ну, тут вайт мока. Мока, латте. Ванильный капучино. Ну, все с сахаром. Ну, окей. Здесь 3 в 1. 5 лир стоит одна сашетка кофе. Нес Кафе 3 в 1. Точно такой же, как и в наших странах. Есть 2 в 1. Это когда без сахара только сливки и кофе. Тоже стоит в районе 5 лир примерно чуть меньше. Давайте округлим. А вот у нас Кафе Мока на всяких заправках часто. Здесь стоит тоже 5 лир. Идут сегодня акция. Купите 6 штук и заплатите за 5 от нас в подарок. И его же вот этот можно купить пачкой. Ну, это, наверное, цену не буду озвучивать. Это не очень интересно. А вот, кстати, Кроун Кафе тоже хороший. Очень популярный здесь. Тоже на парковках всяких, на заправках. Вот такое. 44 лиры сейчас. 17 латте кофе. 3 в 1 растворимый сахаром. И вот такой с фундуком. Фирма Кафе Кроун очень часто его использует в всяких кафешках. Вот я говорю, при заправках, при дорожных. Кофе он очень популярный. Часто встречается. То есть, нормально, неплохой. Ну, вот, в принципе, и все сегодня. А, ну вот, так все идет. Выстрелите. Популярные самые это доуш, доодан, липтон. И, если рассыплю, это чайкур. Самые популярные марки. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, что у нас следующее. Оливки сыры, наверное, да? Жду ваших комментариев или вопросов. Или просто ставьте лайки. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, видео будет вам интересно. Спасибо за обратную связь. Всем пока.